Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики канала Цифровой М42. Вот и дошла очередь до объектива Carl Zeiss Yen Tessar 2.8х50 с таким вот экзотичным для наших мест креплением. Ранее, когда я распаковывал данный объектив, я отметил, почему я выбрал именно эту версию, а не M42, чтобы не иметь никаких заморочек с переделкой. Дело в том, что здесь у нас диафрагма с большим количеством лепестков, что весьма актуально, если мы будем использовать значения отличные от 2.8. Сама же переделка мне видится весьма простой, поскольку у нас диафрагма не имеет никаких нажимательных, так скажем, механизмов, которые не придется никак менять, перетачивать, переделывать, оставлять, не оставлять и так далее. Итак, в чем будет у нас суть всей работы в данном случае? Объектив весьма компактный, и чтобы сделать его при этом еще и максимально универсальным, адаптировать будем на резьбу M42. В данном случае, мне кажется, наиболее уместным взять хвостовик T2 M42. Здесь много металла, который при необходимости можно и срезать. То есть у нас есть с чем работать. Я постараюсь вносить минимум изменений в оригинальную конструкцию немца. Ну и, конечно, совсем здорово, если в конечном счете все это дело окажется обратимым. Мне кажется, это хорошее начало, потому что спилить нам потребуется совсем немного. Отделим лензоблок от геликоида. Эти две части удерживаются вместе с помощью гайки-шлицы, которые находятся сразу за, так скажем, поверхностью торца корпуса. Ранее идут у нас гайки, удерживающие отдельно оптические элементы, а вот самое крайнее – это весь лензоблок. Ранее за кадром я уже ослабил данную гайку, поэтому сейчас она идет достаточно свободно, чтобы можно было постепенно откручивать ее подобным неправильным способом. Гайку терять противопоказано. Итак, что мы наблюдаем? Вот весь наш геликоид. Простенько и со вкусом, как говорится. Данная прорезь ПАЗ отмечает верное положение установки лензоблока. Данный винт попадает в ПАЗ. Есть юстировочное кольцо. Вообще, я предполагал, что получится каким-то образом закрепить весь геликоид в токарном патроне, чтобы провести обработку без капитальной разборки механики. Но, как я сейчас это вижу, выполнить подобное не получится. Придется разбирать механизм фокусировки. Далее всего. Мы можем наблюдать только два винта в глубине. Вот оба вы их тоже можете сейчас видеть. Очевидно, что при удалении данных винтов у нас ход вращающегося элемента с разметкой метража продолжится далее этого момента. И вот как раз самая большая заморочка будет поймать нужные заходы резьбы при сборке. Винты, например, в данном случае явно покрыты сверху лаком и, возможно, даже сами резьбы залиты лаком. Ну, либо каким-то иным фиксирующим составом. Поэтому в данном случае целесообразно подобрать отвертку максимально подходящего по ширине поршлица. Чувствую, меня не обманули. Винты оказались действительно залиты лаком. И, включая резьбы, наверное, это даже видно. Ну и плюс остатки лака в виде таких крупных кусочков, фрагментов насыпались рядом. Итак, пробуем раскручивать. И у нас это уже начинает происходить. Значит, не всё так печально. Значит, поясняю. Внешняя деталь геликоиды по совместительству задняя часть корпуса имеет, судя по всему, однозаходную резьбу с мелким шагом. То есть, попасть в неё будет гораздо проще, чем мне казалось поначалу. Единственное, что подбирать придётся положение вот этих направляющих с пазами. Вот эти самые направляющие. Проведу подгонку размера лепестков байонета под внутреннее отверстие адаптера. Первый элемент готов. Лепестки источены. Умеренно. С внутренней части адаптера есть теперь повторяющие форму и размеры детали объектива паз или гнездо, или посадочное место, как угодно. Куда это дело укладывается и никуда ничего не шатается. здесь тоже у нас порядок. Ну, если честно, работа сейчас уже идёт немного не по тому плану, который я намечал, но, тем не менее, какие-то глобальные проблемы передо мной не встали. Сейчас я промою от старой смазки данный элемент и остальные детали механизма фокусировки тоже. Всё сияет и теперь наступает моё любимое. Это совмещение резьб, положений и всё это уже в смазанном виде. Да-да, я не показывал процесс подбора, а показываю только результат. Вроде как, всё на своих местах, всё работает. Как показала проверка, бесконечность на Canon у нас сейчас, что меня весьма разочаровало, всего лишь на 4,5 метра. Однако, у нас есть, что и куда подточить. И точить мы будем сначала переходник на резьбу. Так сказать, посадочное гнездо под объектив уже готово, здесь всё хорошо сидит. Я думаю, здесь трогать не стоит. Тащить будем с наружной стороны, заодно и подровняем. Переходник Т2 довёл до ножных размеров окончательно, даже с небольшим перебегом на Canon. Истробучий отрезок довёл до 45,5 с небольшим плюсиком. Оборотная сторона данной детали теперь выглядит так. Запаса потолщения металла здесь достаточно. Таким образом, у нас остаётся последняя часть работы и небольшая частичка сверху. Под частью я понимаю изготовление некоего переходного кольца, проставочного кольца, прокладки, которая заполнит зазор между корпусом объектива и корпусом хвоста, если можно так выразиться. можно, конечно, зажать объектив штатными винтами напрямую, само собой, взяв винты покрупнее, подлиннее, но это будет приводить к внешним повреждениям, к косметическим повреждениям корпуса, и кроме того, будет высок риск того, что объектив при затягивании будет куда-то смещаться. Хотя здесь зазоры и предрасположенность к этому невелики, но все же такую вероятность возможно свести к минимуму. Требуемая деталь готова. В принципе, за неимением, как говорится, оборудования можно сделать нечто подобное практически из любого более-менее широкого кольца. Просто разогнуть его под диаметр вставляемого объектива, ну а остальное сделают зажимные винты. Собираем. Небольшим разжимом одеваем кольцо на корпус объектива и все вместе укладываем в уже готовый задник. Немножечко усилия вглубь, чтобы объектив расположился на своем положенном месте. А уж кольцо если куда сдвинется, то туда ему и дорога. Так, остается затянуть винты внутренний шестигранник и после уже проверять на камере точность сборки. Кроме несколько меньших косметических повреждений, которые можно вообще свести к нулю, оклеив например бумажным скотчем корпус объектива, значит, подобный метод фиксации в конечном счете у нас имеет и гораздо меньше деформирующие последствия. Все-таки точечное приложение усилий к трем точкам на довольно тонкой корпусной детали это нехорошо. Опять автофокус уехал. Что же за гадости? А у меня пока автофокус бродил где не нужно, в принципе все готово. Все держится, все плотно. Кстати, титанических усилий при подобном закреплении просто-напросто не требуется. Поскольку установленный задник М42 у нас не препятствует разборке объектива, если таковая потребуется. Вот у нас видны здесь шлицы гайки 1 и 2. Вот то в принципе как развитие так скажем дизайна, как упрощение его, как скажем более приятный вид можно просто-напросто сточить большую часть диаметра бывшего переходника М42Т2 до тонкой стенки избавиться от зажимных винтов, избавиться от данного проставочного кольца и зазор просто-напросто залить эпоксидным составом. Вот. Подведем итоги. Работа завершена и работа мне нравится. даже казалось бы выходящий за габариты корпуса объектива переходник при установке всего этого дела на камеру как-то теряется из виду и в общем-то даже смотрится вполне прилично. В плане опыта опыт обогатился. Теперь я знаю что такое система Altex и знаю что с этим делать и даже немножко больше. Скорее всего в ближайшее время ну как ближайшие по возможности я разобуду и телевик и ширик этой системы и займусь и с ними. Причем буду уже стараться сделать их совместимыми с Nikon либо сразу на Nikon. надо изучать. В плане картинки данный TSAR по первым пробам весьма хорош но в первую очередь это стоит рассматривать в приложении на эпоху выпуска объектива. Конечно напрямую сравнивать его с современной оптикой наверное бессмысленно по чисто техническим параметрам как то резкость детализация контраста современная оптика будет посильнее в том плане что резче детализирование контрастнее но лучше это или хуже или хуже конкретно для вас и ваших съемочных так сказать пристрастий это уже вопрос сильно философский как по мне картинка с данного объектива при всей своей технической несовершенности более чем актуальна я как и некоторые подписчики я думаю приверженец аппаратного достижения целей если бы все было так замечательно все бы снимали на кит либо на каком-нибудь travel zoom 18270 и картинку обработали есть же разные фильтры фотошоп лайтрум еще куча всего я же сторонник того что желаемое изображение нужно получать в первую очередь объективом я сегодняшний материал завершаю и давно пора боже долго болтаю спасибо за визит всего доброго спасибо за терпение тем кто дослушал до этого момента вы всем вас в в до до и до до у до Продолжение следует...